Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Идеальная жена. Послушание мужу. Благословение или проклятие? Многие считают, что идеальная жена подчиняется мужу. И это правильно. Но важно понимать, что тут написано. Не вырывать стих из Библии и переделывать под себя. И скажу сразу, что идеальная жена слушается мужа, и это благословение для семьи. Но давайте больше разберемся в том, что сказал апостол Павел и что он хотел сказать. И почему через послушание жены приходят благословения в семью, во взаимоотношениях с мужем и на детей. Мы недавно говорили, что муж – это священник в доме, стоит в молитве перед Богом за всю семью. И как Христос возлюбил свою церковь, так и мужья любят своих жен. И как церковь подчиняется Христу, так и жены подчиняются во всем своим мужьям. Да, друзья? Так описал христианскую семью апостол Павел. Для мужей это любить, отдавать себя для жены, а жене подчиняться своему мужу, как Господу. А трудно ли это? А трудно ли нам подчиняться властям города, страны, жить в нашей стране? Трудно ли нам подчиняться законам, правилам, обычаям нашей церковной общины? Трудно ли нам подчиняться Иисусу Христу? Трудно ли жене подчиняться своему мужу? Тут одно слово – это подчинение. Мы все живем в подчинении, только к одному мы привыкли, а к другому – нет. С чем-то смиряемся, а с чем-то нет. Подчиняемся властям города, страны. Нас просто не спрашивают, так? И мы просто выбираем, жить в этой стране или нет. То есть у этой власти есть только одно решение – смирись или уезжай. Увы, мы поставлены в такие границы. А подчиняться законам, правилам, обычаям нашей церковной общины? Тут мы, конечно, можем и поспорить, да? Но мы не спорим, друзья, да? Мы всегда смиряемся перед нашими старшими руководителями. Или нет? Но это тоже риторический вопрос, отвечать не нужно. Идеальная жена перед мужем. Нам важно разобрать подчинение жены перед мужем. Мы все смиряемся и подчиняемся и мужчине, и женщине. Мы все выросли в этой системе. И то, что говорит апостол Павел – это нормальные повседневные вещи. Это система власти и управления среди людей. Давайте более подробно посмотрим, что Павел пишет верующим из Эфеса в 5 главе, стихах 21 по 28. Подчиняйтесь друг другу и страха перед Господом, перед Христом. Вы, жены, подчиняйте своим мужьям, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос, глава – спаситель своей церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, чтобы очистить ее омовением в воде через слово, чтобы ему поставить перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна и порока, или чего-либо подобного, чтобы она была церковью святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свои собственные тела. Тот, кто любит свою жену, любит и самого себя. Это посланник Ефесяна, 5 глава, стихи с 21 по 28. Подчиняйтесь друг другу. В этой главе Павел вообще рассказывает об общем поведении для верующих и их жизни. «Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». И коснулся темы послушания в стихе 21. «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». В стихе 22 пишет о послушании в семье между мужем и женой. «Вы, жены, подчиняйте своим мужьям, как Господу» и разбирает, объясняет более детально. В следующей, в 6 главе, стих 1, Павел говорит о послушании детей. «Родителям, дети, повинуйтесь в Господе родителям вашим, ибо это справедливо». Павел заканчивает раздел для верующих и говорил, чтобы мы подражали Богу, как Его любимые дети. «Жили в любви, как Христос нас полюбил и отдал самого за нас, как жертвенное приношение для Бога в приятное благоухание. И среди нас ни в коем случае не должно быть разврата, ни другой нечистоты или жадности. Это не подобает Божьему народу. Всегда и за все благодарить Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, подчиняясь друг другу и страха перед Христом». «Жить, как дети света». Тут вся глава говорит о наставлениях «жить, как дети света». И Павел заканчивает общее наставление для детей и начинает говорить для устройства взаимоотношений и начинает с семьи. Взаимоотношения имеют такие свойства, как уважение и подчинение. 5 глава, стих 21. «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». 22. «Вы, жены, подчиняйте своим мужьям, как Господу». Ефесянам 6 глава, 1 стих. «Дети, будьте послушны своим родителям Господи, это ваш долг». 6 глава, 5 стих. «Рабы, подчиняйте своим земным хозяевам со страхом и трепетом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу». Да, здесь говорится просто об устройстве семьи. «Муж подчиняется Христу, жена мужу, как вы подчиняйте своим руководителям на работе в церкви. Для семьи Бог поставил мужа главой. Как написано в послании апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог». 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Друзья, так все устроено, так устроил Бог. Почему так, не знаю. Если у вас возникает такой вопрос, то вы сами спросите у Бога. Мы встретимся с Ним лицом к лицу, это только вопрос времени. Тогда и спросите. Конечно, если в то время будете считать это важным». Женщина вышла замуж и стала жена. Хочу немного поговорить вот о чем. Здесь говорится «жена», то есть женщина, которая взяла на себя семейное обязательство, была просто женщина, вышла замуж, стала жена. Здесь говорится про семейный уклад. Просто женщина мужчине может не подчиняться, особенно если он посторонний. Это вопрос власти Бога. Да, друзья, это вопрос власти Бога на земле. Бог на земле поставил свою систему власти, а это семейное, государственное и духовное. И вопрос подчинения в семье относится к теме Божьей власти в семье, именно в семье, друзья. Эта система власти поставлена, чтобы на земле был порядок среди людей и также в семье. Я не говорю, что муж может быть всегда прав. Но, сестры, если ваш муж ведет себя неподобающе, тогда вы смело можете прийти к Богу и сказать, что тот человек, муж, которого Бог поставил в семье старшим, плохо выполняет свои обязанности и обижает, или плохо ведет себя. Пусть Бог сам придет и разберется. Сестры мои, и Бог это сделает. Он лично придет в вашу семью и будет решать ваш вопрос. Вы хоть и жена, но вы остаетесь дочерью Бога Отца Небесного. Благословение через послушание. Хочу не оставить без внимания и тему для благословения через жену. Вся семья получит благословение через послушание жены. А это, во-первых, послушание Божьей власти на земле, как муж, так и жена. И семья будет иметь власть верующего и в жизни, и в молитве. Если дети будут видеть, как ведет себя мама и идеальная жена, поверьте, так же будут себя вести и они. Идеальная жена приносит благословение в дом и в семью. Сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует...